еще раз что наука знает о биополях самое интересное знает но скрывает у меня есть факты того что биополянам знать не положено мы владеющими рамками наука не изучает елена получила училась у меня наука не изучает огромная черная дыра знаниях о почве а садах влияние на здоровье человека страшного влияния на аварийность дико это миллионы жизни это черная дыра почему кто мешает кто мешает кто не дает я у меня есть причина я ее сам рассказывал есть причины утверждать что наука биополях известных приборы существует вот иногда видимо качестве как бы назвать иногда это ну как предохранительный клапан перегреб существует раз показали очередного этого самого городского сумасшедшего вроде железного да вот где-то там покажут я про этот случай уже рассказывал центральное телевидение заместитель губернатора или мэр крупного города крупнейшую авария показывает в вестях он значит это разбитая машина трубку возят ходит как бы дороже с рамками с каким сам подходить этот к нему такому как ну белокатурщику есть так официально говорит но заход по-старому и говорит ну еще намерен здесь гепатогенная зона здесь ездить нельзя он съет микрофон и подходит к этому стоит мент крупный чин там же гаечников целая куча шутка ли человек погиб крупный чиновник съет ему микрофон ответ того все это ерунда надо ездить осторожно вот но это ладно они могут не знать гаишники но наука почему молчит сейчас внимание друзья на наших вебинарах четыре года а на самом деле этим уже 20 лет готовлю мы готовим новые кадры уважаемые подвижники гражданин россии сапронов почему я говорю я о своими заново и от вашего тоже выражаю свою благодарность благодарность страшную я иногда думаю наш этого что-то имею сапроном почти ничего не имеет потому что идет время косточки абрикосов уже заготовлены хоть какой выражай был вот и тишина фактически сапронов это до серебряник так можно сказать да потом через десятки лет его фамилия будет стоять рядом с моей вот только потом а сейчас то все растут на косточке не растут все друзья вы поняли о чем я говорю наталья медведева мне это не интересная кандидат но почему но почему я не интересно кандидата дают так ну вот это ваши сподвижники вот лучше они не могли это лучшее что есть мичуринске еще хорошо что но есть других местах не знаю как и русской области у нас нет и не будет меня вот это поразило потому что ко мне я не для не ради нее так вот это вот он металлург смотреть фото еще чего я профессионал то есть я металлург на дурак а значит профессионал селекционер а и вот самый вот эта фраза думаю не стоит знать да потому что сегодня мы вспоминали ирин Александр Савельевич я провожал в этот самый красавец да вот мы вспоминали доскобилова скольких молодых ученых он ко мне привозил он искренне считал что они должны у меня учиться искренне и уже такой все там были и кандидаты наук и были аспирантов сам аспирантов привезет очередного походим по саду несколько раз фильм снимал причем сколько я водил по саду сколько рассказывал меня всегда потом когда они узнали высоты как лимон я говорю 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 это не ренусанна которая это через скажем это предложение вопроса задает ни одного вот понимаете прохова полтора часа в рот не открыл но есть только для туалет все второй рот не открыл мы все беседуем с доскобилов в такой общении все равно а зачем мы почему он будет работать да будет чем этот самый как как любит это тоже на расстроение нужен вот наталья медведевна ну зачем полезно туда где не знает самое тесно она пишет думаю не стоит знать и тут же дает советы а эти советы они настолько распространены и знает любой дурак уже это самое ну вот это слово и вот я тогда написал наталья это специалист по люпину которая высота сворачивает люди абрикосы я был песочница хорошо но надо вылезать или уж просто молчать и вот смотрите я тем не менее мне кажется надо медведем наталья а вдруг дойдет а вдруг ты за скажет да там железо опять пошелся а у женщин самое главное вот эти у меня такая тирка сказать манер разговаривать вот почему я сейчас вспомнил что она женщина пусть отвлекусь а вы знаете почему мы все на свете существуем мы миллиарды только потому что любопытство самой первой женщины по имени ева привело к тому что они люди начали размножаться любопытство поняли представляем чтобы она была нелюбопытная не было никого нас не было в этом вебинаре не было бы садов не было бы людей ничего бы не было вот создали рай только до двоих пошло поехало и так вот друг любопытства натальи поможет и сюда заглянуть а я на каждую вебинаре пусть я с вами полтора часа проговорил вроде по делу вроде не о чем смотрите вот я все-таки несколько сюжет успею сказать вот это вот на сын цепёки это косточки вот они только ближний план не подумайте что мелкие видите вот это очередной урожай собраны моем саду но не очередной честно говоря сказать что все нельзя но несколько вот таких вот и все так что успевайте заказывать так вот то есть крупном плане не вот так выглядит это это рекламная фотография но это реклама это учебно то есть однажды я друзья и наталья вдруг увидите вдруг однажды кто-то где-то независимо от меня а я ухватил это как за хвост удача взял и написал кто не знаю где не знаю может вы напомните я раз заикался ну так тоже мельком памяти не хватило что кто-то утверждает что косточки надо не просто готовить зиме слушать само собой но на солнце тогда их энергетика будет гораздо мощнее из них вырастут совершенно более мощные деревья и чаще случае проверять не стал и это воспринял душой и суши на солнце то что я их не угроблю это сто процентов солнце не может угробить я даже проверять не стал стал сушить на солнце суши уже так но если солнце сразу на солнце вот один пример да вот второй пример это муравейник а вдруг наталья увидит надо помаленчику как-то вас она из этого самого и задниц из этой вытаскивать который вы сами не знаете это муравейник наталья это муравейник и еще вот эти дамы они значит муравейник раз научили миллионы людей уничтожать муравейник представлять это муравейник вот он моем саду вот это бог пошла это подвольный абрикос маджурский вот листики а вертикальная это персик видите вот муравейник для меня важнее этого дерева то есть я когда обнаружил его так я его трогать не стал я жду муравейник святое основа слова это тоже самое что собак всех вот уничтожить муравейники это даже если собак переселять ничего с нами не случится только чтобы убийцы собак нельзя убивать вы знаете такое добрая ласковая собака часто собаки приносит там пользу и просто среди людей встречаются под солнце среди собак нет но муравьи муравейник это не только польза нет не так не только что они до полезны но это цивилизация по интеллекту нам не уступающие только здесь существует внешнее управление мы не видим тоже биополе для нас пустой звук и я вот смотрю у меня таких фотографий больше десятка их никак не забываю собрать каждый год я делал фотографии их примерно у меня 20 или 30 ни одно дерево не погибло вот не утверждаю еще ничего может кто-то видел погибшие деревья они у нас смотрите если моя статистика страшная друзья если взять любое стиль деревья они куплены на рынках на не куплены в этих дебильных не дай бог еще заказать по посте это все считается вот как зла питомника сразу выбрасывайте зачем садить заплатили получили выбрасывать то есть вероятность довести до по отношению саженец и 100 среднем по сравнению 1 то есть у меня тысячи горьких писем редкие удачи это если ни о ком например вот как мой брат это же может быть я бы не фотография может быть как раз не моя яблоня не знаю друг там нет питомники купил такие случаи бывают один на сотню массовая гибель она никем не осознанно а валят на муравьев вот как здесь вот если бы он погиб а он растет зачем буду муравейник трогать на листиках вы найдете ни одной дырочки а унесете муравейник и все и дерево беззащитно вот этот момент идем дальше вот это червяк так вот он значит его работа такая же важно это же цепочка как муравьи одни даже речи нет кто важнее не будет червей не будет ничего не будет муравьев не будет ничего вот но тем не менее взлома червям такая она незаметно то есть берем лопату помните перекопать все а значит уничтожить червей они не могут жить после лопат и надо питаться и создавать вот эти ходы аэрация вентиляция канализация повторяю аэрация канализация вентиляция водоснабжения вот а представляете землю перекопали а когда я похвалил нашу даму она впервые хорошо бы найти сейчас да вот это просто чудо что вот она видите ну что прямо на муравьев напали они тут совершенно не причем спасибо наталья вы начали учиться но при этом фактор не обрабатывайте как не обрабатывали крону ладно не берлили штаб ладно не залечивая морозобой ну ладно а помните чем я вас это самое извините мордой тыкал на хрена вы тогда писали чтобы личинку убить надо надо было перекопать землю при своем круге то есть я надеюсь что пройдет день два-три неделя где-то опять появится то же самое вопрос такой же опять смертельная болезнь опять уничтожили человеком уничтожено дерево которое наверняка хоть так помрет хоть лечи хоть не лечи вы все-таки однажды скажете вы знаете то есть только будет уже не так ну что вы прямо на червей напали и запретите своим а у вас же много тех кто вам доверяют ученики не учить запретите перекапывать почву это следующий этап ну и заодно тот то вы же как два сапога пара вместе с этой с натальей ладно и вот получается следующий совет поговорили муравьев твой червей теперь знаете что такое червей когда вы говорите перекапывали просто них не вспоминать просто не вспоминать что под землей творится вы уничтожаете все плодородие вы уничтожаете дёрн который служит теплозащитой корней вы знаете что корни выдерживает мороз 10-20 градусов как можно сколько бесснежных земл как можно при этом уничтожить дёрн естественная защита а вот это вот еще один до всех да и вам тоже значит смотрите сюда очень часто а мы селена сада ходили по саду мы подошли к дереву это я по это я снимал когда а еще в июле просто нашел подходящий снимок мы подошли к яблоне чем разница между новым садоваться и старым это значит что мы подходим в канале фильме увидите эту сценку вот мы подошли там бесит несколько яблок густо-густо и она вдруг говорит они-то плодоносят на кончиках на кончиках ветки а дальше пошла метка вот так вот я покажу кто мне видит вот они висят и вот метка и дальше можно с ним перебивать дорогу говорит а теперь вот тут к на кончика опять будет следующее будет это гроздь яблок вот на хрена нам ваши советы то папа поэтому самому по укорачиванию ветка кончено вот это самое норма ваш самый крутой садовод ой неудобно вспоминать того кто до сих пор считает лучший абрикосовод и вот наконец я выбрал фотографию с грушами просто подвернулась под руку вот здесь вот я маленькая ранка но я видел лучше а он будет хуже потом раньше здесь отвалилась груша но упала сама так как упала сама таких случаях ранка успевает зарастать морозостойкость то есть можно сюда не проникает и в этом году я слова получил угрожай вот так вот одна плоды вот это плодовое образование так и кстати на этом она и кончится нет вот еще этот листик тут вырастет а может уже не вырастет потому что здесь рада рядом вот главное чтобы эти игрушки отпали сами вот если они отпадут сами возможно еще годик будет а вообще вообще как она случается видите внимание снова пошел ростовой побег то здесь она сила и еще плодоносит а теперь она там будет плодоносить и опять будет также и вот это идиотское дикое желание отрезать ветки процедах перевод допустила плодоношение почему-то вот мы не просто проходили мимо проходим мимо и она вдруг довольно же на конце грозь висит на конце ветки только что уже побег ростовой пошел дальше на следующий год дать плоды вот она настоящий это ученый то а в чем она данном случае ученый состоит учиться способна этого то не преподают то вас поэтому ветки отрезайте вместе с будущими плодами очень беда то ольга наталья посмотрите на эту грушу сколько она мне плодов дала и вот получается так смотрите внимательно все груши нет большая часть сортов груш имеют склонность к вертикальным веткам вот это вызывает дикую ненависть ваших коллег если не у вас как желание оттолкнуть ветки она неимоверно я который раз говорю я вижу то что вижу и нигде никогда не читал его назвал новое садоводство железо это значит дерево пытается с помощью вертикальных побегов защитить создать густую специально густую и таких я вам приводил много приводил просто еще одна подвернулась ну не мог пройти густая крона чтобы уходили эти самые потоки воды на периферию чтобы а вода не лилась по штамму ему и так нелегко думайте почему здесь это все оголено потому что в свое время был страшный мороз и отсюда не пошли не плодовые ветки не ростовой ветки не плодовых не ростовой вот это все мертво но тем не менее как может дерево сопротивляться непогоде всему это расти вот так это груш свойства груш это специальное загущение его нельзя не пролежать вы час не дай бог это вот если бы вот эту фотографию вот кто-то бы третий потому что юрия железова брата моего его вытащили вот этот правил если бы знали вы когда-то устроить это все или уже пожалеть их но они учат калечить вот последний этот калечить почву разве можно они этого не знают я вынужден все время с ними как бы за очень воевать а помните фразу мне это не нужно знать как наталья пишет а здесь что получается это надо обязательно знать обязательно и вот когда дерево любое привитое дерево это урод штамба не имеет вообще я имею ввиду на привитой части вообще ветки растут хаотично и вот когда ветка пошла в бог видите это я привел я это моя железо вот она взяла и пошла в бог я с ней не воевал его можно было отрезать а зачем она выбрасывает побеги которые опять же ослеплены я даже слова другого не подберу ненавистью что вот пройдет еще год-два и они начнут плодоносить пожирующие ненужные бесполезные отнимающие силы они не понимают что это свойство особенно груши расти вертикально а почему она такой уродливая потому что это когда-то вот представляем как вам это показать вы понимаете что если бы это было еще больше дерево а это была одна из веток вот это того можно как-то понять или нельзя что вот так примерно она должна расти было если бы эту почку бы я не отрезал не перенес на специально не привил а осталось бы на дереве это была бы одна из веток который все время ветки ветки она бы по-другому выглядела вот эти вот уже был вы привелись туда а так как она получилась что боковая ветка должна расти вот так а я еще умудрился выпрямить так ее генетическая особенность сохраняется она хочет расти вверх и когда вот тут вот эту ветку то есть помните приказала скелетные ветки нижний отрезок не понимаю разницы между сеансом и привитым деревом вот это вот явно говорю вот видите не лезьте не трожьте она мы изуродовали это калека это урод потому что это прививка боковой почки с боковой ветки это урод но этот урод сам себя защитит помочь его не можете расчепелить и сколько таких сетях это ужас какой-то их тысячи если не миллионы схем то есть их тысячи схем растиражированы на десятки на сотен на миллионы на десятки на сотни миллионов схем по миру вот это вот понимаете что творится это чтобы груши понять которая боится воды как огня образа выражение она боится влаги который течет по саму как огня она себя защищает оставьте его покое потом вы не подумайте что мы это все пустую потом павел николаевич стоценко сделать еще одну главу потом написать пришлите мне эти фотографии самые ключевые вот и будет еще одна глава еще одна книги а тоже миллиона не хватает на тиражирование и никому не надо а